Девушки, что из того, что делают парни, вам неприятно? Давай обнимемся! Один чувак, с которым я учился в колледже, так делал. Это так мерзко. Глядя на него, я решил, что никогда не буду лезть с объятиями к девушкам, кроме тех, с кем у меня очень близкие отношения. Пусть лучше меня сочтут диковатым, чем тем, кто лезет ко всем обниматься. Среди моих знакомых есть один парень, который мне не особо нравится, но я всегда чувствую себя обязанной обнять его после того, как обнимаюсь с остальными. И во время каждого объятия с ним меня словно током прошибает. Я всегда с опаской обнимаю девушек из числа друзей и знакомых, потому что боюсь оказаться как раз таким парнем. Массаж плеч, о котором не просили. О боже, я была на работе, и один клиент подошел ко мне сзади и сделал это. Я понятия не имел, а кто он такой, но он сказал, что по мне видно, что мне нужен массаж. Чувак, я тебя... не знаю, отвали от меня! У нас на работе есть один юнец, который делает так с пожилыми женщинами в комнате отдыха. Он даже подкрадывается к ним, вытянув руки вперед, как император Палпатин. Как будто это такая шутка, которая всем нравится. Не уверена, что все парни так делают. Пошла на первое свидание с парнем, с которым познакомилась в интернете. Когда я представилась, он медленно оглядел меня от пяток до макушки, облизывая при этом губы. Мне вдруг резко захотелось принять душ. У нас было несколько очень приятных разговоров по телефону, после чего мы договорились встретиться в кафе. Но после того, как он так нагло оглядел меня с головы до ног, меня хватило только на 15 минут. Как могла, пыталась быть вежливой. Я не умею посылать людей на три буквы. Кажется, нужно срочно научиться. В общем, нашла предлог и ушла. Он много раз звонил, просил приехать, напрашивался ко мне в гости пообниматься. В результате я решила, что он может быть насильником. Заблокировала его номер и все. Бррррр. Со мной тоже недавно произошло такое в клубе. Я была на танцполе и один чувак привязался ко мне. Мне нравится танцевать с незнакомцами, но у меня строгое правило. Никаких прикосновений. Этот парень все время пытался схватить меня за талию, за руки и другие места. Музыка была слишком громкой, и я не могла ему ничего сказать, поэтому я просто пыталась отойти от него, качала головой, как бы говоря, нет, спасибо. Поняв, наконец, что его отшивают, он довольствовался тем, что отымел меня взглядом, оглядев с ног до головы и сказав, о да, детка, что в какой-то степени даже хуже, чем лапанья. Серьезно, как люди не понимают, насколько это мерзко? Нарушение личного пространства. Если вы сделали шаг ко мне, а я отступила, это не предложение следовать за мной по всей комнате. Это признак того, что вы стоите слишком близко ко мне. Мужчины иногда наклоняются вперед и нюхают мои волосы, когда я стою перед ними в очереди, после чего делают мне комплимент. Нет, так нельзя. Какого черта вы творите? Когда мне преграждают путь, протянув руку к стене и упираясь в нее ладонью. Запомни, придурок, если ты физически не позволяешь мне уйти от тебя, то между нами точно ничего не будет. Со мной случилось такое в ночном клубе много лет назад. Между танцполом и зоной со столиками было ограждение. Мы с друзьями решили немного передохнуть и пошли по клубу, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь из наших знакомых. Я жила в маленьком городе. В общем, это чудовище в обличии мужчины одной рукой схватился за перегородку передо мной, а другой уперся в стену. Я очень миниатюрная и по-настоящему испугалась. Он сказал, пообщайся со мной или не пущу, или что-то в этом роде. Я попросила его отпустить меня. Он лишь рассмеялся. Повторила свою просьбу еще раз. Он покачал головой. Я сказала, что если он не пропустит меня, то я его ударю. После чего он буквально захохотал, потому что он был примерно в три раза больше меня. Я ударила его со всей дури по уху. Под действием моего удара и выпитого он свалился, как мешок с картошкой. Мне ничуть не было его жалко. Чувак сам напросился. Однажды на вечеринке один пожилой мужчина целый вечер приглашал меня на танец. Я особо не возражала, потому что пошла туда с мамой, и у меня там было не так много знакомых. Он потом пытался прочитать язык моего тела и сказал, что знает, что мне есть что скрывать. И что в моем тихом омуте черти водятся. Пожалуйста, не делайте вид, что умеете читать язык тела девушек, особенно если они в три раза вас моложе. Это очень неприятно. Один мужчина, с ребенком которого я нянчилась, вел себя так же со мной. Он постоянно спрашивал, как я предпочитаю развлекаться. Говорил, что я должно быть очень непослушное и притягиваю к себе неприятности. Черт побери, мне тогда было 14 лет. В мои представления о развлечениях тогда входили только хихиканье о парнях и ночевки у подруг. Когда вы начинаете без спроса танцевать с нами в клубах. Я была в клубе с подругой, нас никто вокруг не интересовал, мы танцевали и болтали. Парень влез в свободное пространство между нами и начал танцевать лицом ко мне. Я перестала танцевать и сделала шаг в сторону. Подруга протянула руку, потянула меня к себе и снова начала танцевать со мной, встав ко мне ближе, чем прежде, чтобы парень понял, что мы не заинтересованы в его компании. Он снова это сделал. Моя подруга потащила меня с танцпола и мы ушли. Позже, тем же вечером, этот парень увидел нас на улице, подошел и начал орать, что мы суки, шлюхи и грубиянки за то, что отшили его. Капец. Ты кажешься такой невинной. Это не комплимент. Мне 26 лет. Мне неприятно такое слышать. Мне кажется, они это говорят, чтобы сделать нам вызов. Типа, мы не хотим, чтобы нас считали невинными и захотим сделать что-то, чтобы доказать обратное. Хуже всего то, что иногда это работает. Я знаю, что мало кто так делает, но у одного моего знакомого была привычка обнимать девушек за плечи, даже если они едва были знакомы и без их согласия. Он делал это, чтобы показаться крутым и раскованным, но на самом деле казался мерзким неудачником. Многие парни пристают ко мне в общественных местах, ходят за мной, либо притормаживают свои машины и кричат. В каком мире такое вообще может считаться нормальным? Я знаю, что большинство мужчин так не делает, но мне встречалось так много таких мудаков. Меня удивляет, почему они не понимают, как это отвратительно. Когда вы пялитесь. Я замечаю это, даже когда не смотрю на вас. Когда мы встречаемся взглядами, либо улыбнитесь и представьтесь, либо отведите взгляд. Не нужно тупо продолжать пялиться, это так мерзко. И чем больше наша разница в возрасте, тем более это мерзко. Один парень так долго на меня пялился, что у него на самом деле потекли слюни изо рта. Для меня это не комплимент, уверяю вас. У меня завязывались драки с парнями, которые утверждали, что я пялился на них, хотя на самом деле я просто смотрел в никуда. Интересно, сколько раз я так делал с девушками, не догадываясь о том, что смущаю их? Улыбайся почаще. Ты такая красивая, когда улыбаешься. Получила в фейсбуке примерно такое сообщение от парня, который учился в том же колледже, что и я. Хотя я его вообще не помню. Я умею угадывать размеры женских бюстгальтеров. Ты носишь 75С, не так ли? Чувак, перестань, ты все равно не угадал. Отстань от меня. Когда вы шутите, что положите вещества в мой напиток на вечеринке, либо зальете алкоголь в мой безалкогольный напиток, если этим вечером я решила не пить, и рассуждаете о том, заметила ли бы я и как бы себя вела, если бы напилась или была под кайфом. Да, такое случалось. Неоднократно. И это был не один и тот же парень. Я ненавижу, когда парни подкатывают ко мне на работе. Объясню подробнее. Я работаю в сфере обслуживания и обязана быть вежливой с клиентами. Я не могу просто отшить человека, потому что я на работе. Я чувствую себя загнанной в угол, когда какой-нибудь чувак целый час расспрашивает меня о продукте, почти не пытаясь скрыть то, что ему просто хочется пообщаться со мной. Я мужчина, но мне принадлежит бар, где работает много барменов женского пола. Одна из самых неприятных ситуаций, которая происходит постоянно и которая жутко бесит меня, это когда парни пытаются задержаться в баре после его закрытия, чтобы пофлиртовать с барменшей, у которой в такой момент всегда много дел. Они просто ходят по пятам за девушками, в то время как те просто пытаются игнорировать их и делать свою работу. Ни одному бармену такое не понравится, прекратите так делать. Некоторым мужчинам слишком много лет, чтобы подкатывать к девушкам 18-25 лет. Когда мне было 17 лет, 28-летний тощий белый парень в бейсболке и сигаретой за ухом на полном серьезе пытался уломать на тройничок меня и мою 16-летнюю сестру. Он хвастался, что девушки выстраиваются в очередь, чтобы сходить с ним на свидание, и что нам повезло, что он вообще взглянул на нас. Хуже всего, что он до сих пор пишет мне и моей сестренке сообщения в фейсбуке. Сестренке исполнилось 16 буквально полтора месяца назад. Серьезно, это уже не только неприятно, это по-настоящему противно. Он. У тебя есть парень? Я. Да. Он. А ты его любишь по-настоящему? Уверена, что он тебе не изменяет? А просто друг тебе нужен? Я ни за что не стану просто дружить с тобой, учитывая, что ты только что пытался приударить за мной, если только ты не согласишься дружить не только со мной, но и с моим парнем. И да, я люблю его по-настоящему. Однажды я работала с челом, у которого была привычка подходить ко мне сзади и играть с моими волосами, пока я разговаривала с другими, сидя за своим столом. Кто вообще так делает? Я не раз говорила ему, что так делать нельзя. Позже я узнала, что он узнал мой адрес, потому что он сообщил мне, что карниз над окном в задней части моего дома вот-вот отвалится. Если он узнал об этом, значит он побывал в моем заднем дворе. Когда вы обращаетесь к нам не по именам, а используете слова наподобие детка, малышка, милочка, ангел и т.п. Если вы так поступаете без нашего разрешения, то это показывает, что вы не уважаете нас и относитесь к нам несерьезно. Однажды я побывала на приеме у врача. Прием длился две минуты, и за это время врач три раза назвал меня ангелом и ни разу по имени. Я тебе не ангел, не малышка и не детка. Я взрослый человек и заслуживаю уважительное отношение, поэтому обращайся со мной так, как обязан. Я когда-то работала в одном магазине, где все в коллективе были невероятно дружелюбны и открыты. У одной девушки, моей коллеги, был просто фантастический, приятный и милый характер. Она излучала любовь и доброту, которую просто невозможно было не чувствовать. И вот однажды к нам в магазин зашел жутковатого вида мужик лет 30 с небольшим, начал разговаривать с моей подругой и вскоре сказал что-то типа «Так приятно было с тобой пообщаться, можно тебя обнять?» «Моя подруга любит обниматься. Неважно, в первый или в сотый раз вы с ней встречаетесь, она заключит вас в самые чудесные нежные объятия. Она обнимает искренне. И когда ей предлагают обняться, с радостью соглашается, даже не задумываясь. Но с ним все вышло не так, как со всеми. Обняв ее, этот парень начал гладить ее по волосам. За этим вскоре последовал нежный поцелуй в голову. Совершенно незнакомый человек подошел к ней на работе и поцеловал в макушку. Просто представьте это. Почувствуйте, как пара липких рук трогает ваш затылок и от места прикосновения по коже будто расходятся круги. Потому что именно это с ней и случилось. Естественно, она запаниковала, но была слишком шокирована, чтобы отреагировать так, как положено. Она лишь резко отстранилась от него, а потом скрылась в задней комнате. Я сама не видела этого, но она мне потом все рассказала. Я ни на секунду не поверю, что этот парень не понимал, как неприлично он поступает. Но если кто-нибудь на самом деле не знает, что маловероятно, что касаться незнакомых людей без спросу это очень неприятно, то знайте, что это действительно так. Это особенно касается моих друзей мужского пола. Не говорите нам, что тот или иной предмет нашего гардероба сводит вас с ума. Это не комплимент. Если хотите сделать комплимент, то скажите, что это нам очень к лицу. Ведь если потом я снова это надену, вы решите, что это такой сигнал, что я хочу с вами переспать. Я ношу это, потому что это мне нравится и мне в нем удобно, а не потому, что я знаю, что свожу вас с ума в этой одежде. Это чертовски неприятно. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok